Привет, меня зовут Артур, я учитель по математике. На прошлом уроке я рассказал, что такое арифметические прогрессии. Чтобы посмотреть этот урок, нажимай вот сюда. На этом уроке мы с тобой рассмотрим геометрические прогрессии. И я настоятельно рекомендую тебе посмотреть предыдущий урок, прежде чем переходить к этому. На самом деле, геометрическая прогрессия не сильно далеко ушла от арифметической. Геометрическая прогрессия — это такая прогрессия, в которой каждый следующий член больше предыдущего во сколько-то раз. Сейчас я все наглядно объясню. Итак, n-ый элемент геометрической прогрессии B, Геометрическая прогрессия обозначается буковкой B, а n-ый член это Bn. Это предыдущий член, то есть n-1, умноженный на знаменатель. Знаменатель прогрессии. Обычно в задачах на геометрическую прогрессию нам дается первый член и знаменатель. И нам нужно найти какой-то произвольный член. Например, 12-ый. Давайте возьмем определенную конкретную геометрическую прогрессию, и я покажу вам, как это работает. Пусть в нашей прогрессии первый элемент, то есть B1, равняется 2-м. А знаменатель прогрессии это 3. В таком случае по этой формуле мы можем легко посчитать второй элемент нашей прогрессии. B2 равняется предыдущий элемент, то есть первый элемент, B1, умножить на Q, на разность, то есть на 3. Получается 2 умножить на 3, то есть 6. Второй элемент посчитать легко. А теперь давайте предположим, что нас просят найти пятый элемент этой прогрессии. B5. B5 можно посчитать через B4, то есть через предыдущий элемент. По этой формуле это B4 умножить на Q, то есть на знаменатель. Но мы все еще не знаем, что такое B4, верно? Поэтому B4 мы считаем через предшествующий ему элемент, то есть через B3. B4 равняется B3 умножить на Q. Теперь если вместо B4 подставить то, что получилось здесь, мы получим, что B5 это B3 умножить на Q и еще раз умножить на Q. То есть B3 умножить на Q в квадрате. Идем дальше, раскрываем B3 через B2. B3 равняется B2 умножить на Q. То есть B5 считается как B2 умножить на Q квадрат умножить на Q. То есть B2 умножить на Q в кубе. Вот такая вот формула получается. Давайте предположим, что мы все еще не знаем, что такое B2. Как я говорил раньше, в сатачи нам обычно дается только первый элемент и знаменатель. Поэтому, чтобы легко и быстро посчитать любой элемент, выведем формулу через первый элемент и знаменатель. B5 равняется B1 умножить на Q в кубе умножить на Q. То есть B1 умножить на Q в четвертой степени. Итак, у нас получилось, что пятый элемент геометрической прогрессии это первый элемент, умноженный на знаменатель в степени позиции предыдущего члена. То есть четвертой степени. Давай посчитаем, чему равен пятый элемент. Так, B5, это на самом деле B1, то есть 2, умножить на 3 в четвертой степени. Получается 2 умножить на 3 в четвертой степени, это 3 в квадрате на 3 в квадрате. 9 на 9, 81. 162. Пятый элемент нашей прогрессии 162. Стоит отметить, что знаменатель может быть меньше единицы. Итак, а теперь выведем формулу для произвольного n-ого члена геометрической прогрессии через первый член. Получается, что Bn это B1 умножить на Q в степени n-1. То есть 12 член геометрической прогрессии это первый член умножить на знаменатель в степени 11. Теперь давайте подведем итоги того, что я вам только что рассказал. Любой член геометрической прогрессии считается через предыдущий член. То есть n член геометрической прогрессии это n-1 член умножить на знаменатель прогрессии. Так как задача нам обычно дается только первый член и знаменатель. Запишем формулу, по которой можно считать любой член только через первый и через знаменатель. bn равняется b1 умножить на q в степени n-1. Я рекомендую вам записать эти формулы, потому что они все очень сильно понадобятся вам в школе и на ЕГЭ. А теперь рассмотрим другие типы задач, которые встречаются намного реже, но все-таки встречаются. Предположим, нам дан 11 и 13 член прогрессии, и нас просят найти 12. Такую задачу можно решить по формуле, где любой член прогрессии можно почитать через предыдущий и через следующий. То есть любой n-член геометрической прогрессии можно считать как корень произведения n-1 члена и n-1 члена. То есть b12 это на самом деле корень из b11 умножить на b13. Таким образом мы решили задачу, не зная первого члена и не зная знаменателя. Естественно, можно обойтись без этой формулы, но тогда вам придется исписать несколько листов, чтобы сначала посчитать знаменатель прогрессии, потом посчитать его первый член, а по этой формуле все можно решить в одно действие. Напоминаю, что я рекомендую вам записать все эти формулы, они все вам пригодятся и на ЕГЭ. И на контрольных работах в школе. Меня зовут Артур Шарифов. Чтобы посмотреть мой полный бесплатный видеокурс по подготовке к ЕГЭ, нажимай вот сюда. И жми сюда в правый верхний угол, в правый от меня верхний угол, чтобы подписаться на мой канал. Увидимся на следующем уроке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok